Во многих странах мира употребление алкоголя приблизилось или перешагнуло опасную черту, ведущую к вымиранию нации. Об этом кадетам рассказали организаторы «Электория». Специалисты Центра медицинской профилактики привели для примера страшную статистику. Ежегодно от злоупотребления алкоголем в России умирает около 500 тысяч человек, а это более 1300 людей ежедневно. В фильме кадеты увидели все стадии деградации личности. Особенный упор был сделан на вред слабоалкогольных энергетических напитков. Расстройство памяти, психозы, эпилептические припадки, слабоумие. В этом случае требуется медикаментозное лечение и долгосрочная реабилитация. Специалист отдела по контролю за оборотом наркотиков Евгений Смирнов рассказал ребятам, какие последствия могут быть за употребление наркотических и психотропных средств, и как одним неверным поступком можно сломать всю карьеру и жизнь. Благодаря всесторонней профилактической работе ситуация с наркоманией в Анапе не вызывает опасений. У нас на протяжении уже длительного периода времени на учете в наркологическом кабинете не состоит ни одного несовершеннолетнего, который был бы замечен в употреблении каких-либо запрещенных веществ. То есть в этом плане у нас очень хорошо. Впрочем, ребята и сами осознают всю степень последствий вредных привычек. Поэтому для себя они уже давно сделали выводы. Я считаю, что этого делать не нужно, потому что это, прежде всего, твое будущее, твое здоровье. И всякие вредные привычки также могут оказаться на твоем будущем потомстве, то есть на твоих детях, на твоих правнуках, внуках. То есть лично моя позиция, что этого делать, естественно, не надо. На протяжении трех лет наша школа была единственной, у которой не было непоставленных на учет по алкогольному опьянению и токсикомании, и не пойманных по закону 1539. В завершении встречи участникам лектория были розданы методические материалы, а также все желающие смогли пройти проверку на смокелайзере. По показаниям прибора, курильщиков среди кадетов нет.